В эфире библейский портал Экзегет. Нам пришел вопрос, всегда ли нужно говорить правду? Отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу, говорит апостол Павел. Мерзок пред Господом Богом Твоим, всякий делающий неправду. Кто говорит ложь, погибнет. Так отвечает на вопрос Библия. Но дело в том, что жизнь значительно сложнее, чем просто белая и черная. И бывают такие случаи, когда человек может не выдержать правду. Или правда может быть ему не полезна. Потом мы знаем, что апостол Павел, христиан, уподобляет детям начальных. И говорит о том, что я питал вас твердой пищей, а вас нужно было питать молоком. Вот твердая пища христианского учения, таинство христианской жизни, если говорить о всей правде сразу, может быть неполезна новоначально. Это зависит очень сильно от человека. У меня был такой случай. Это был далекий 88-й год. Я учился в первом классе семинария. И на богоявление был поставлен в кителе семинарском разливать крещенскую воду посетителям Покровского храма Московской духовной академии. Подошли два крепких молодых человека. Они были очень удивлены. Тогда это вызывало удивление, что здесь есть тоже молодые люди, которые пришли сюда, и не только старушки в церковь. И они меня спрашивают. И что, ты вот во все это веришь? Конечно, я во все это верил. Но, глядя в себя, я знал, что моя вера не тверда. Я глубоко переживал слова отца о отроке. Веру, Господи, помоги моему неверию. И поэтому им честно я сказал, что моя вера слабая. То, что я мог сказать только духовнику. Они улыбнулись, пожали плечами и сказали, а-а-а, ну понятно все с тобой. Развернулись и ушли. Формально я сказал им правду. Но эта правда была для них хуже лжи. Не всякая правда не всегда может быть выдержана человеком. Какая-то произошла беда. Какой-то тяжелый диагноз. Может быть, человека надо приготовить. Может, с человеком надо сначала поговорить. Надо все творить с любовью. Когда мы начинаем, даже вооружаясь цитатами из Священного Писания, рубить направо и налево и делить все на черное и белое, мы можем причинить очень большую боль человеку. Он может этого не выдержать. Вы знаете, если, как говорят святые отцы, если бы люди знали, как тяжело жить монаху, никто бы не пошел в монахи. Но если бы люди знали, какие у него бывают утешения потом, то в монашество ушли бы все. Понимаете, то же самое можно сказать о христианстве. Если новоначальному христианину сказать о том, как бывает тяжело человеку, который уже 20 или 30 лет в церкви, когда давно прошли обильные, напоенные благодатным присутствием Божьим времена, и теперь ты, включив всю свою волю, идешь через пустыню некоторой богооставленности, и такое бывает тоже. Может, он не выдержит этого. И бывает такое, что человек, который 25 лет ходит в храм, делится этим своим опытом и страшно соблазняет новоначального или молодого христианина. У меня был такой пример. Я видел, как очень хороший священник в летах делился своими впечатлениями с молодым священником, совсем молодым, вчера руку положенным. И тот не выдержал тех вопросов и проблем, в которые его посвятили. Он просто до них не дорос. Он снял с себя сан, ушел от жены, отказался от жены и ребенка. Женился в другой раз. Он просто не выдержал. А тот, кто делился, он остался в церкви. Он имел силы бороться с этим. Поэтому у нас есть самый главный основной критерий. Это любовь. Если вы не знаете, стоит ли человеку сказать правду или не стоит, то помолитесь за него хорошо. Могу привести еще один пример. Вы знаете, что вашей подруге изменил муж. Вы видели его в компании, определенной где-то. И у вас есть об этом сведения. Если вы об этом скажете, вы разрушите семью. А если она даст вам какой-то наводящий вопрос, а вы уклончиво ответите, может быть, вы сохраните семью. Поэтому не всегда правда является таким единственным возможным ответом. Понимаете? Она бывает невыносима сейчас этому человеку в этой ситуации с этими слабыми силами. Поэтому все нужно соизмерять с молитвой, с любовью и с силой человека. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok